Первый-первый приём. Ой, спальня ходит, пипец. Всем привет, меня зовут Арсений Прусаков, и добро пожаловать на мой канал. Вы смотрите рубрику, в которой я выбираю одного фотографа, вписываюсь к нему на съёмку и делаю про него сюжет. Моя задача — показать, как фотограф снимает, чем живёт, о чём думает, какие у него вообще мысли. И сегодня у нас в гостях, я тебе представлю, победитель Wedding Awards 2017, участник проекта ТОП-15 Москва, человек, который снимал несколько обложек для журнала Wedding, автор звёздных свадеб уходящего года, я знаю, что ты снимал свадьбу Ксении Собчак, свадьбу Тодоренко и Топалова, свадьбу блогерши Дарьи Клюкиной. Один из лучших и востребованных свадебных фотографов Андрей Байда. — Да, привет, Сеня, рад тебя приветствовать. — Привет. — Себя в гостях. — Да, сказал, что сегодня у нас в гостях, на самом деле я сам нахожусь у Андрея в гостях. Что ж, спасибо, что позвал, спасибо, что согласился принять участие в этом выпуске. Мы с Андреем в сентябре этого года были на кома, и я Андрею помогал снимать свадьбу, и параллельно снимал про Андрея сюжет, как Андрей работает, как снимает, как разговаривает с парой, как себя ведёт, вы всё это увидите в сегодняшнем выпуске. Ну, а для начала расскажи, где мы вообще сейчас находимся, где мы сидим, этот твой дом. — Да, мы сейчас у нас в гостях в Москве, в центре Москвы. Мы сюда переехали около года назад, и это было, мне кажется, одно из лучших решений за последнее время, потому что я раньше тоже жил довольно близко к центру, но сейчас мы переместились прямо в стратегическую такую центровую точку Москвы, где вся культурная жизнь столицы проходит совсем рядом. Для меня очень важно быть в центре событий, для меня очень важно не тратить много времени на дорогу, на поездки, на встречи, то есть со всеми клиентами я могу встретиться в пешей доступности. Летом мой транспорт основной — это электросамокат, и вот в целом такой образ жизни, конечно, мне максимально импонирует. Я вот за последний год прям как-то ещё больше полюбил свой родной город. — Но ты снимаешь, правильно, эту квартиру? — Да, да, я снимаю квартиру. — А для тех, кто нас смотрит, может быть, те, кто не из Москвы, насколько... Ну, то есть я приехал сюда на такси, но ты мне рассказывал, что вот у вас сейчас строят дом из окна, до этого были видны башни Кремля, то есть до Кремля здесь, там, 5 минут, получается, типа. — Ну, да, минут, я думаю, 7-10 можно неспешным шагом дойти довольно близко. — Круто, круто. Расскажи, пожалуйста, почему вообще Москва... Ну, ты родился вообще в Москве? — Да, да, я из Москвы. — Но твоя география съёмок и твои путешествия, судя по твоему инстаграмму, настолько велики, ты снимаешь по всему миру и путешествуешь просто везде. Мне кажется, твой инстаграм просто состоит только из свадеб и тревела. Почему ты выбрал для жизни именно Москву, забазировался здесь? И думаешь ли, может быть, в дальнейшем о жизни в каком-то другом городе? — Для меня Москва — это мой дом, мой любимый город. Здесь все мои близкие, здесь моя семья, здесь все мои друзья. И чем больше я путешествую, тем больше я убеждаюсь в том, что это самый лучший город на земле для меня. Здесь я себя чувствую дома, и вот это чувство дома, оно... Его сложно обрести, даже если жить в каком-то городе, который мне очень нравится. Долгое время вряд ли вот это чувство дома можно вот так вот прям ощутить в полной мере, как вот здесь, в Москве. Поэтому я предпочитаю путешествовать, предпочитаю с огромным удовольствием возвращаться домой и чувствовать себя здесь. — Другой менталитет, мне кажется, да, все-таки просто в другой стране. Где бы ты ни жил, как бы лучше ни была там, не знаю, инфраструктура, погода, солнце, люди. Все равно ты себя чувствуешь, как мне кажется, немножко чужим в другом городе. — Ну, это, я думаю, первое время в любом городе, куда бы ты ни поехал, если мы говорим про какой-то постоянный переезд. Ко всему можно привыкнуть, ко всему можно адаптироваться. Просто у меня, наверное, такого сильного желания прям свалить нет. Поэтому я остаюсь здесь, мне нравится. Вчера был мистик на университетном. Нам, в принципе, нужны будут классические объективы. Будет 35, будет 50 и, возможно, 85, если нам позволит пространство. Поэтому мы просто возьмем с собой этот чехольчик и будем его снимать. Трех объективов для утра достаточно, на церемонии уже посложнее. Будем снимать на ширике. — Ну, где будем снимать? Во сколько мне их подвести? Смотри, мои... — Да, я не знаю, когда невеста будет готова просто. — Ну, типа, ну, не видит в приложении. — Да? — Да. — Любишь, что, в 12 летать на дроне, да, Миша? — Да. — Твоя тема прям. А это туфельки невесты, да? — Да, мы ждем сейчас лучше немножко, сейчас мистикцев. С корой хочется снять. — А что, не хочешь ли прессовать солнышко отражателем? — Ну, как бы, можно. — Не, наоборот, я хочу жесткий свет отразить, так просто нет. — Он рассеивает. Телефоном можно жесткий свет отразить хорошо. — Ну, типа, вот, видишь, ну, тут маленький просто источник, ну, вот такие вот штучки есть, типа. — Да-да-да, я тебя поняла. — Вот это я бы просто по диагональке. Блин, еще вот нужны какие-то украшения. Вот это украшение. — 4А. — Ну, не знаю, как бы, я просто никогда, уже лет 5 не снимал на Zoom, поэтому... — Ну, да, я просто, как бы, не нежно снимаю. — О, пеньки. — Андрей, так как наша целевая аудитория — это все-таки фотографы, и фотографы разного уровня, нас смотрят сейчас фотографы, которые, знаешь, только начинают, либо, может быть, люди, которые хотят только освоить эту профессию. Поэтому всем интересен технический вопрос. И просто я знаю, что, там, тебе, может быть, не очень интересны эти вопросы, или, там, уже все достали с этими вопросами, но людям интересно. Немножко расскажи просто о технике, на какую систему ты снимаешь, там, что за камера, коротко по стеклам, в общем, по технике. — Да, окей, ну, на самом деле, да, вопросов действительно много поступает, я теперь вместо коротких ответов или игнорирования могу просто прислать ссылку на это интервью ребятам, они сразу ответят. — У тебя есть какое-то интервью еще, да, где ты рассказываешь? — Да, у меня вообще есть огромный мастер-класс, об этом я расскажу чуть позже в целом, вот, но вкратце, конечно, расскажу я, что я снимаю уже почти 10 лет своей карьеры на Canon, у меня две камеры 5D Mark IV, и у меня вся линейка фиксов от Canon, начиная с 14 и заканчивая с 135, но пока у меня его нет, но я еще собираюсь его заново купить, мне его украли. Так что у меня где-то 6 фиксов, полная линейка, плюс макрообъектив, пока что не перехожу на беззеркальные камеры, жду, вот, говорят, в следующем году, в 2020-м, в начале выйдет вторая версия беззеркальная кэнонская камера, возможно, вот это как раз совершится мой переход на беззеркальную камеру, вот, пока меня все устраивает, мне все нравится в Canon, мне нравится цвет, мне нравится объем, мне все нравится, хочу попробовать какие-то, может быть, эксперименты от Fujifilm средний формат или на Sony поснимать, но как-то вот в таком рабочем режиме, когда сложно там как-то экспериментировать, когда нужно выдавать крутой результат, я вот только на канале. Коль уж мы заговорили про цвет, я знаю, что многим фотографам очень нравится твой цвет, его можно назвать, наверное, таким чистым, ровным, классическим. Скажи, за счет чего он получается? За счет системы Canon, за счет камеры, за счет света, за счет пресетов, за счет твоего видения, в общем, если подытожить, как людям добиться твоего цвета? Ну, ты сейчас прям все перечислил, на самом деле, это и камера, это и пресеты, это и оптика, на которой ты снимаешь, и, соответственно, очень влияет, на самом деле, как снято, то есть, можно изначально снимать ровно, и цвет уже будет хороший, да, то есть многие спрашивают, могу ли я там продать им свои пресеты или просто показать, как я делаю свой цвет, но дело в том, что все снимают по-разному, в разных так сказать, в разных световых и цветовых композициях, и поэтому даже если я предоставлю свой пресет, то вряд ли он... У людей получится добиться такого же цвета. То есть, как бы, изначально, как снята картинка и на что снята, она уже сразу влияет на цвет, то есть на самом деле, моя финальная картинка, она порой не сильно даже отличается от того, как я уже изначально ее снял и просто докручиваю какие-то цвета. Может быть, есть какой-то секрет в изначальных настройках фотоаппарата, не знаю, там, баланс белого... У меня все в стандарте, все в автомате, снимая враве, вообще баланса белого не запариваясь, потому что ее всегда можно враве подернуть, но всегда в автомате все снимаю. Ну, естественно, выдержка диафрагмы у меня в ручных режимах, я имею в виду, что баланс белого, цветовые профили камеры, все стоит на стандартных настройках. Че? Пока сходим, чтобы на душу не стоять. Да кофе пьем вроде. Пойдем, сейчас кофе попьем, а мы, в смысле, нормально снимаем, а все. Ну, кофе надо попить. Не показали, не показали где-то. Пойдем, сегодня? Сейчас, сейчас я сниму еще портретик. А че вот такой романчок снять? О, вот так. Мы работаем над внутренним стержнем, выполняем. Слушай, что тут столько я сделал, сколько я сделал. У нас там еще второй платежи есть. Волшебной кнопки не существует. Волшебной кнопки не существует. Те, кто думает, что не знаю, в цвете вся фишка, или знаешь, там ко мне на мастер-класс я тоже вначале спрашиваю, кто пришел за цветом, и есть многие люди, которые именно приходят там за постпродакшеном, за цветом. Но, как правильно сказал ты, что у тебя исходник, в принципе, мало чем отличается от итоговой картинки. То есть важно все-таки снимать изначально, чтобы получалась ровная, красивая картинка в исходнике, а цвет лишь чуть-чуть добавит красоты, правильно? Да, да, абсолютно верно. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, сколько ты снимаешь, как начинал, и почему, в принципе, свадьбы? Да, ну я снимаю, наверное, 10 лет. Вот, да, 10 лет, где 2008-2009 год. Я начинал, я еще был на втором курсе института, и как-то я всегда любил снимать, если честно, всегда был в фотографии, всегда снимал там своих друзей на какую-то маленькую мыльницу, снимал природу. А потом, все-таки, я уговорил родителей купить мизеркальную камеру, устроился снимать ночные клубы, вот, и где-то 3 года, наверное, или даже, может, 4 года моей жизни прошли вот таких... А тогда это было прям... Ты был клубным фотографом? Да, я был клубным фотографом, тогда я бы сказал, что это был бум... В клубе ТВ там и все. Да, 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 вот я начинал сайты в клубе ТВ, это был бум ночной жизни, это были вот клубы Дягилев, опера, рай, вот, я-фэмили, то есть это был тот период, когда прям все ходили по клубам, и быть клубным фотографом, это было прям почетно, меня все знали, я всех знал. Ты ходил софтбоксом, выцеплял людей, делал портретики, потом ночи приезжал домой, на следующее утро скидывал фотки. Да, это была, конечно, такая работа, школа, кстати, один из первых фотографов, кто начал снимать софтбоксом в клубе, я помню, мы там, где-то в году в 10-м, наверное, помню, нигде нельзя было найти вот эти маленькие софты, мы там какие-то конторы находили, которые чуть не вручную их там собирали, в общем, было интересно, очень крутой опыт, на самом деле, школа композиции, как снять какой-то интересный кадр вообще в полной темноте, спешив с пьяными людьми, в тесноте, в темноте, вот это как бы очень здорово повлияло на мое вот видение, в принципе, как быстро схватывать какой-то кадр и долго не растягивать какую-то работу. Многие, потому что ребята со студийным бэкграундом, например, или с пленочным бэкграундом, им нужно больше времени на достижение результата, просто не привыкли в таком ритме работать. У меня сразу как-то вот я в рамках вот таких вот жестких работал, где нужно было сразу выдавать какие-то картинки еще и на утро обрабатывать. Окей, в десятом году ты начал, получается, снимать, четыре года походил по клубам. Сколько, четыре? В девятом, там, в восьмом-девятом, где-то так, конец восьмого. Сейчас ты один из самых известных российских свадебных именно фотографов. Как в твою жизнь пришли свадьбы и почему ты решил в них остаться и развиваться дальше? Ну, как-то вот все исторически складывалось. Я снимал в клубах долгое время, потом я перешел на светскую хронику, вот, и везде, естественно, я обрастал знакомствами, вот, и потом в какой-то момент просто все эти знакомые люди, ну, я не говорю, что все, но очень многие начали обращаться просто... Начали жениться. Начали жениться, да. Думали о том, кому довериться в важной деянии. Вспоминали, что где-то там в каких-то вечеринках или там на светских мероприятиях я их вроде неплохо снимал. И даже несмотря на то, что у меня не было свадебных работ в портфолио, они ко мне обращались. И так постепенно начали появляться свадьбы. Параллельно я еще продолжал снимать светские мероприятия, но все меньше. И также я снимал и продолжаю снимать, в принципе, для журналов истории. Мне это очень нравится. Я снимаю портретные истории, я снимаю обложки иногда, получается, снимать, снимаю фэшн истории. То есть это все параллельно вот у меня как-то развивается. Получается, что весь твой вот этот бэкграунд, который начинался там в 10-м, 9-м году, все знакомства, которые ты приобрел там благодаря ночной жизни, благодаря клубам, сейчас дали тебе такую опору, ну, то есть знакомство, да, получается, и в дальнейшем уже как сарафан. И в итоге получается, что ты снимаешь все звездные свадьбы. В этом году ты снимал свадьбу Собчак, свадьбу Тодоренко и Топалова, свадьбу Дарьи Клюкиной. То есть, ну, это такие самые громкие свадьбы, которые были в этом году, все их снимал ты. Скажи, при таком объеме звездных свадеб не появляются ли, знаешь, не знаю, звезды в голове, не звездишься ли немножко? Ну, то есть, как оставаться при этом собой, не повышая, знаешь, свой уровень ЧСВ, при этом так много снимать звездных свадеб? Ну, то есть, нету ли какой-то звездности? Не замечаешь ли ты это за собой, как, знаешь, бывает со многими людьми? Ну, снимая звездные свадьбы, это не автоматически, во-первых, не делает тебя самого звездой. Вот, поэтому, ну, конечно, популярность приятна в целом, даже здорово, когда приходишь к какой-то там заведению, вечеринку в Москве, там люди подходят, тебя узнают, это очень круто. Вот, я даже не знаю, ну, понятно, что какая-то доля популярности, наверное, она иногда и влияет, на чувство собственности, на свою самооценку. Понятно, что я где-то, где-то, может, могу и не замечать, но я всегда стараюсь, мне всегда очень, в принципе, нравится общаться с людьми, и это вообще мой главный такой, моя батарейка заряжает меня, поэтому просто стараюсь дальше как-то быть открытым, честным с людьми. Возможно, просто из-за того, что количество людей, с которыми я общаюсь, оно постоянно растет, ну, и люди, которые обращаются, оно растет. Понятно, что со стороны может как-то казаться, что я кому-то меньше времени уделяю, и, естественно, люди делают выводы о том, какой-то звездности и прочих вот этих качествах, которые рано или поздно появляются. Но я думаю, что самое главное, что я продолжаю стараться оставаться открытым и люблю очень общение, общение с людьми, особенно с новыми, с новыми, которые приходят в мою жизнь интересными. Да, очень круто, что ты заговорил про общение, потому что снимая с тобой вот эту свадьбу на кома, я обратил внимание, что ты, в принципе, очень много коммуницируешь с гостями на свадьбе, что мало кто делает из фотографа, в принципе, потому что, ну, знаешь, я там, когда наблюдаю, как работают другие фотографы на свадьбах, то часто люди предпочитают снимать репортаж как-то из-под тишка, аккуратно, незаметно, то есть складывается как мне кажется у гостей ощущение, смотря на фотографа, который их снимает, как будто, ну, непонятно, какой-то чувак что-то бегает, ну, то есть какое-то такое слегка побаивание, может быть, даже фотографа, а ты смело подходишь к людям, общаешься и, знаешь, даже когда предлагаешь гостям просто их сфотографировать, мало кто так, в принципе, делает, хотя я считаю, очень важно, что там каждый гость, приходя на свадьбу, там каждая девочка подбирает платье, макияж, делает прическу, ей просто хочется получить там красивый ровный портрет, но, как правило, даже когда фотографа гость просит сфотографировать, то, не знаю, там фотограф говорит, ну, там, встаньте здесь и фотографирует, а ты, там, это не невеста, это не жених, это не главные персонажи, это просто гость, но ты там с каждым гостем подскажешь, там, как лучше встать, куда руку, что по фону, что по позе, что по эмоциям, и я считаю, что это очень круто, согласен ли ты, что именно вот такое общение как раз у людей оставляет хорошее впечатление от тебя, что, как бы, получается, людям уделили какое-то внимание и им стало приятно из-за того, что, как бы, фотограф не просто их как-то подснял, а ты уже, получается, познакомился, покоммуницировал, там, подсказал. Здравствуйте. Хотим вас красиво запечатлеть прямо здесь. Вот прям, можно букетик чуть пониже вашего, красиво платье не видно. Вот, это супер. Красиво, спасибо. Здравствуйте. Готов сделать вам красивую фотографию. Только ей? Нет, мы просто, мы просто встретились глазами первые, к сожалению, для радости. Давайте, куда нам заставать? А вот, на фоне виллы будет неплохо. Давайте. Туда взгляд, да? Вот, вот так, вот так вот, вот это хорошо. Супер. Красиво, красиво. Супер. хорошо, мне нравится. А? Я не сильно белая. Нет, что-то, не, норм, конечно. Я немножко пересветить снимаю, чтобы потом что-то. Ну, вообще, общение, это главный ключ, да, то есть, в принципе, любой фотограф-портретист, который работает именно с портретами, он тебе скажет, что без общения, в принципе, не получится, как бы, снять картинку, это будет фото на паспорт, поэтому, общение, как бы, это вообще первый шаг к тому, чтобы получить красивую фотографию человека, если общения нет, то как бы кадр получается сухие, то есть, посмотрю, все же сейчас сфоткают друг друга на телефон, и там все, все, кто, первое, кого ты попросишь снять на телефон, это знакомый, который к тебе хорошо относится, да, и к которому ты хорошо относишься, и он тебя снимет прикольно, потому что ты с ним расслаблен. И то же самое, как бы, с фотографом, но проблема в том, что я прихожу, как правило, в незнакомое общество людей, которые меня не знают, но мне нужно с ним коммуницировать, и, ну, так как я по своему характеру, я экстраверт, то мне довольно просто подходить, общаться, и находить какие-то вот точки соприкосновения, и поэтому стараюсь работать, конечно, с каждым гостем, понятно, что на больших садьбах это не всегда получается, но, наверное, это из хроники пришло, да, что, когда ты на каком-то светском мероприятии, тебе нужно снять всех гостей красиво, там, кто приходит, со всеми немножко поработать, чтобы получились кадры, лучше, чем еще у 10 фотографов, которые на том же светском мероприятии, да, работают, каждый свои какие-то приемы, вот, поэтому, ну, мой прием, это общение, наверное, это вот раскрыть человека, немножко поболтать, улыбнуться. Скажи, ну, это пришло с опытом, что у тебя нету какого-то момента стеснения, ты сам говоришь, что ты приходишь, и перед тобой много людей, и все незнакомые, и, то есть, я там, знаешь, сужу по себе, вспоминаю себя там несколько лет назад, и когда там начинается день, и ты с парой, ты там первые полдня с ними коммуницируешь, и все, вы уже сдружились, классно, потом приезжаешь на банкеты, куча новых людей, ты такой немножко теряешься, такой, вау, и знаешь, как-то стесняешься подойти, я знаю, многие фотографы, в принципе, начинают, как бы, немножко побаиваться, нет ли у тебя такого момента стеснения, или, может быть, если он был, то с опытом он просто отпал, в общем, как было, и сейчас, застесняешься ли ты кого-то при виде, там, не знаю, нового человека? Ну, это было точно, это стеснение, это было, оно было в начале, особенно, когда я приезжал на какие-то советские мероприятия, где там куча звезд, я не знаю, что сказать, или там очень я стеснялся, когда у меня первые были постановочные съемки для журналов с каким-то звездами, я помню, там елку снимал у меня там вообще, и ничего сказать не мог, думаю, блин, как я сейчас ее поставлю, что-то буду говорить, как она отреагирует, но, конечно, со временем это проходит, то есть, этот барьер, ты понимаешь, что ты на мероприятии, где все пришли веселиться, где все в хорошем настроении, ты тоже должен быть в хорошем настроении, и, в принципе, как бы, такой барьер, он стирается сразу, ну, то есть, просто, ну, просто нужно пройти, наверное, через это, и оно само отпадает, и тебе становится комфортно на любом мероприятии. Стрекоза, лежать на диване с невестой взаимодействовать? А вас тоже сейчас как-то, вы просто менее мобильные, за счет каблуков, копыт, простите, копыт. И, девчонки, вас я тогда попрошу как-то вот, наверное, забраться на диван, ну, как-то да, или вас, наверное, вперед нужно пропустить. да, 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 садись вниз, и прям, знаешь, вот как-то вот, может голову на плече положить, ну, такое взаимодействие должно быть. Вот, вот это хорошо. Вот, 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 это прикольно, что-то в этом даже есть, Так, готовы? У тебя, наверное, такой больше постановочный стиль, хотя перед интервью ты сказал, что ты снимаешь репортаж тоже, но, по крайней мере, репортаж ты не показываешь там особо у себя в инстаграме, в основном у тебя такое все классическое, постановочное. Это твоя цель, больше показывать какие-то такие постановочные, классические картинки, меньше репортажа, и, ну, то есть, почему, почему именно больше портретов, больше постановки, хотя там многие свадебные фотографы именно топят за репортаж, чтобы все было как есть, там, без каких-то смазливых постановочных фотографий, но вот у тебя так, и при этом у тебя куча заказов, сколько у тебя было свадеб в этот сезон? Ну, я не встал, ну, мне кажется, около 60 было, они перестали ограничиваться летом, почему постановка, почему классика, не любишь репортаж, ну, видишь, во-первых, ты сам ответил на вопрос уже, как бы, частично, да, что, количество заказов довольно высокое, я считаю, благодаря картинкам, которые я транслирую, в том числе, то есть, ну, я, в принципе, изначально за эстетику кадра, то есть, мне очень нравится, когда картинка красивая, законченная, заполненная, то есть, может быть, вот мой журнальный опыт, как бы, тоже помогает мне видеть эту картинку, доводить ее, да, до конца, чтобы вот она прям такая вот, финальная, хотя я очень много снимаю репортажей, как говорил, что в ночных клубах я начинал снимать, у меня был, у меня был только репортаж, то есть, у меня какие-то там танцы дикие, вот это все, я очень любил, может быть, просто я уже не делал упор на репортаж, то есть, я уже настолько наигрался с ним, вот в этот период, да, пять, там, с небольшим лет, то есть, я по-разному вообще снимал, как только я не пробовал, там, и черно-белое делал серии, и там, на выдержке, и с проводкой, и от пояса, я любил снимать вслепую, то есть, я как-то уже, ну, я бы не сказал, что переболел, но мне просто больше заряжают вот какие-то, такие эстетические, красивые, завершенные картинки, мне кажется, это те самые картинки, которые, которые нужны людям, которые откроют эти фотографии через, там, 20 лет, чтобы увидеть, как это было, наверняка они вернутся, вот к этим 10-15, 10-15 картинкам, ключевым, да, со свадьбы, и понятно, что им будет интересно пересматривать репортажи, и кто как выглядел тогда, но вот, знаешь, вот к самой главной вспышке воспоминаний, да, там, когда ты вспоминаешь какое-то событие десятилетней давности, у тебя же там буквально, уже какие-то отголоски остались, наверное, воспоминания, и ты, наверное, вспоминаешь какие-то вот, как ты выглядел, да, то есть, как выглядела твоя невеста, как выглядело в целом, ну, какое-то событие, то есть, я вот мыслью такими категориями, как мне кажется, клиенты тоже, и поэтому, поэтому мы находим такой симбиоз с клиентами, им нравятся вот именно эти картинки, они мне присылают в своих референсах перед съемкой, что вот мы хотим вот такие картинки, там, может быть, 50 картинок, 20 из них, я это нахожу на своих, это приятно, потому что им хочется получить именно то, зачем они обращаются, замкнутый круг, закрывается. Немного подытожим, получается, людям больше нужны постановочные, красивые, классические фотографии с ровным цветом, те фотографии, которые они могут смотреть, там, спустя года, и эти фотографии, там, не были трендовыми на тот момент, а спустя годы они, там, потеряли свою актуальность, то есть, людям нужны просто красивые эстетические фотографии, и люди готовы платить за это хорошие деньги. Ну, я бы не сказал, не стал бы обопректировать, вообще всех, но могу с уверенностью сказать, что моим клиентам нужны именно такие фотографии. Я более чем уверен, что на каждого фотографа найдет свой клиент, и репортажный жанр тоже очень сильно востребован, и огромное количество фотографов в нем работает успешно, и у них очень круто получается. Я сам работаю в репортажном ключе, просто я не делаю на это, может быть, акцент, вот, поэтому все взаимосвязано, есть там действия, спрос, просто там появляется хорошее предложение. Все, идем, улыбаемся друг к другу, вниз не смотрим, погнали. Да, идем, раз, два, три, идем, идем, идем вперед. Не на камеру. Андрей, скажи, по твоему инстаграму, в принципе, там, когда я вижу тебя на мероприятиях, с тобой работал, я заметил, что ты всегда стильно одеваешься, и всегда на съемки стараешься прийти там в костюме, чтобы это были там лоферы, пиджак, по классике, красиво. Скажи, это, ну, это важно вообще, как фотограф выглядит на свадьбе в день мероприятия, потому что многие судят так, что, эй, я фотограф, мне главное, чтобы было комфортно, поэтому я там приду в кроссовках, нифига себе, мне целый день, там, 12 часов ходить на ногах, и я еще должен быть в туфлях, вы что, офигели, вы хотите классный результат, главное, чтобы мне было удобно. Вот так судят люди, но ты, видимо, судишь немножко по-другому. Ну, во-первых, я работаю в удобной для меня одежде, и как бы там не казалось, что в лоферах неудобно, и просто нужно подбирать себе обувь, и, возможно, там шить на заказ, и тебе будет так же удобно, как и в более свободной одежде. Во-вторых, конечно, нельзя недооценивать важность внешнего вида, потому что, я бы даже сказал, это очень важно, то есть, по факту, я уже общаюсь с клиентами, то есть, я у многих спрашиваю, как вы меня нашли, как вы приняли решение положительное в мою сторону, и, ты знаешь, не на последнем месте вообще стоит вот то, как я выгляжу, то, как я одеваюсь, то есть, для многих важно, тем более, я снимаю часто на каких-то закрытых мероприятиях, на высоких вечерах, на ужинах, где, в принципе, дресс-код, он как бы обязателен, то есть, там люди в вечерних платьях приходят, и, да, мне даже для себя, как-то для самого, понятно, что меня пустят снимать как-то в такой, в кэжу-л-одежде, но, но я сам себя буду просто чувствовать некомфортно. будешь просто как белая ворона немножко выделяться, когда все пошли красивые, Поэтому просто взял за привычку, очень много бы было, как бы, как я говорю, что светская хроника, да, как бы тоже меня воспитала в этом плане, и поэтому хорошо выглядеть, это, наверное, на втором месте, после хорошо снимать, но это, я считаю, важно, да. Андрей, я знаю, что ты много снимаешь, в принципе, свадеб по всему миру, расскажи, пожалуйста, как получилось так, что ты начал снимать свадьбу за границей, и сейчас в сезон у тебя даже уже, насколько я знаю, больше иностранных свадеб, чем свадеб в России? Ну, как-то все это постепенно, да, то есть, те самые знакомства, которые меня брали еще со времен своей съемки светской хроники, некоторые меня стали звать на свои свадьбы, которые делались за границей, вот так у меня появились мои первые съемки за граничные, да, потом люди смотрели, 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 продолжали меня звать на какие-то тоже за граничные свадьбы, это было здорово, вот, потом, как мы все знаем, что наши красивые русские девушки, известные на весь мир, часто выходят замуж, в том числе, из-за иностранцев, то есть, я стал попадать на смешанные интернациональные свадьбы, и там, как я старался максимально, на каждой съемке я старался максимально, в принципе, себя хорошо показать, отработать, сделать крутой результат, и так вот, я закрутил вот этот сарафан, то есть, со временем, ко мне стали обращаться не только интернациональные, то есть, смешанные свадьбы, часто просто уже иностранцы начали обращаться, которые увидели какую-то красивую съемку на свадьбе, где они были сами, вот, им понравилось, они решили обратиться сами ко мне напрямую, так это вот закрутилось. Но, получается, что сейчас иностранные клиенты, которых ты снимаешь, кто-то находит тебя там по сарафану, что ты снимал там свадьбу, подружки, сестре, не знаю, но, наверное, есть и те, которые находят тебя напрямую, если это так, то через какой ресурс тебя находят? Ну, Инстаграм, Инстаграм, он как бы сейчас основной ресурс, инструмент, ну, все как бы должно быть хорошо, да, то есть, Инстаграм, люди заходят на сайт, с сайта люди заходят, какие-то ссылки на интервью, все как бы, весь контент на тебе должен быть качественный, актуальный, вот, тоже нужно проверять себя, иногда гуглить, смотреть, что вообще выдает, потому что ты, наверное, будешь удивлен, да, когда увидишь старые десятилетние давности фотки, которые еще где-то там на третьей строчке гугла засвечиваются, вот, поэтому, да, вот. Как иностранные клиенты находят тебя через Инстаграм? Я знаю, что ты ведешь на английском, то есть, это все, что ты делаешь, просто ведешь Инстаграм на английском? я сделал себе второй профиль, веду его на английском, туда делаю какой-то качественный, красивый, вот, элегантный контент, как мне кажется, да, стараюсь туда закидывать, плюс у меня часто стали, ну, постепенно все это нарастало, мне начали публиковать иностранные блоги на свадебную тематику, да, еще очень часто меня публикуют свадебные бренды платьев, да, то есть, часто невеста выбирает себе платье, она заходит на аккаунт Инстаграма, она видит какие-то кадры и видит в том числе мои кадры, которые этот бренд опубликовал у себя в аккаунте, они отмечают меня как фотографа, вот так все это примерно закручивается и так это работает, то есть, просто невеста начинает готовиться к свадьбе, она подписывается на кучу пабликов, смотрит кучу информации, кучу визуального контента потребляет и часто натыкается на какие-то кадры, которые, может, она даже не считает фотографа в данный момент, но она видела прикольные кадры, вообще на аккаунте платья, на сайте платья увидел, кто снимал, перешла, ей понравились остальные фотки, то есть, вот так это примерно, в таком русле может сработать, например. А скажи, пожалуйста, есть ли особенности каких-то иностранных свадеб, отличающихся от российских, понятно, что у них, в принципе, там свадьба проходит немножко по-другому, нету ведущего, но в целом, знаешь, что-то такое, что тебя зацепило и почему нравится тебе, наверное, снимать больше иностранные свадьбы, чем российские, если такое есть, в общем, какая-то особенность именно интернациональных событий? Ну, я бы не сказал, что мне нравится снимать иностранные больше, чем русские, или наоборот, то есть, мне нравится снимать и то, и другое, есть какие-то принципиальные отличия, как я сказал, изначально, ну, первое, что бросается, конечно, в глаза, ты сказал, да, что нет ведущего и на основе вот этого можно проследить вообще-таки кардинальные отличия, что все-таки русские люди, у нас какая-то такая ментальность, да, еще, видимо, с советских времен, да, сто лет все-таки закрытого государства, да, то есть, мы привыкли в себе хранить эмоции, то есть, мы не показываем эмоции сразу, то есть, нет вот этой вот открытости, да, как бы, все равно людям нужно привыкнуть, притереться друг к другу, либо сильно выпить, вот, и, то есть, на иностранных свадьбах я сразу вижу эмоции, как бы, даже если они вежливые эмоции, да, они все равно, как бы, искренне неподдельные, да, то есть, широкие улыбки, как-то вот, нет вот этой боязни улыбаться, засмеяться, плюс, опять же, да, вот на русских свадьбах часто ведущий, ну, зачем нужен ведущий, да, помимо того, чтобы что-то, какой-то фон разговоров нужно, как бы, ну, то есть, русские люди не понимают, когда вот, когда нужно поздравлять, когда нужно смеяться, да, то есть, как будто ведущий учит людей, как им отдыхать, ну, то что учат, да, ну, как бы, вот указывает, такой момент, что нужно делать, это немножко, как бы, чем больше снимаем на страну свадьб, это меньше, понятно становится, но уже пришли на свадьбу, уже пришли поддерживать своих близких людей, как бы, ну, вот, но вот это вот, я думаю, что это скоро сотрется, вот, но пока вот так, это из минусов, наверное, да, из плюсов русских свадеб, что, естественно, как бы, природная красота девушек, невест, да, то есть, и уровень подготовки к съемке, он часто, ну, русских невест, он выше, то есть, русские невесты готовы тратиться, да, вкладываться в красивое платье, да, которое там еще более выгодно, подчеркивает их красоту, то есть, больше акцент смещен, да, на какие-то декорации, то есть, это все, как бы, вот, мы готовы вкладываться, вот, именно русские клиенты, они готовы вкладываться в более, в красивую картинку, да, иностранцам порой часто арендовать красивую виллу, ну, и, как бы, все на этом, да, то есть, вот, вот, наверное, вот такое, то есть, и желание получить какие-то красивые картинки у русских невест намного больше, то есть, если иностранцев я снимаю больше, как, ну, as it is, да, как все было, то с русскими им больше похоже на такую вот, какую-то более продуманную постановочную такую съемку. Я еще заметил, что иностранные клиенты, как ты говоришь, более открытые, более улыбчивые, и им, в принципе, не нужно говорить, что делать, ну, то есть, часто, российские пары, да, часто вопрос к фотографу, а что нам делать, а как нам стать, у иностранцев, в принципе, такого нету, то есть, они как-то просто, просто живут, просто сами. Ну да, это здорово, документировать какую-то такую вот, то есть, ну, опять же, да, как ведущий указывает, что нужно делать, в какой момент, да, то есть, часто я вижу упросительный взгляд в свою сторону, когда нам чокаться, когда нам улыбаться, ну, то есть, я не тот человек, который должен это говорить, я считаю, поэтому я всегда стараюсь говорить, ребята, вы прям вот занимайтесь, что делаете, я там поправлю, когда-то там у кого-то пересажу, но в целом, это должно быть живой какой-то, настоящий момент, а не такой вот, все, мы снимаемся, ура, то есть, вот этого я стараюсь избежать с их работ. Андрей, скажи, пожалуйста, если смотреть на жизнь, в принципе, дальше, тебе сейчас 29 лет, и у тебя уже классный уровень, ты там снимаешь по всему миру, а если у тебя какая-то цель, чего ты хочешь добиться, не знаю, может быть, там, снять какую-нибудь звездную свадьбу, либо снять обложку, там, для итальянского ВОКа, и скажи, если смотреть дальше, в принципе, на жизнь, как ты хочешь дальше развиваться, будет ли это фотография, может быть, не знаю, ты хочешь заняться каким-то другим бизнесом, или, в общем, думал ли ты об этом сейчас, на данный момент, как ты видишь себя, не знаю, в 60, например? Да, смотри, но я в любом случае, себя вижу человеком, который продолжает любить свое дело, вот, для меня это самое, самое главное, и часто, вот, я слышу, да, вот, такое вот, немножко такое, с презрением, я думаю, каждый через это сталкивался, такой вот, с надменным таким презрением, часто, вот, как правило, это от моих русских знакомых, я слышу такое, ну, там, ты всю жизнь, хочешь заниматься этим, да, это как вот, с родни вопросом, который, там родители задают, там, типа, 19 лет, когда ты найдешь нормальную работу, там, да, вот, поэтому, и что-то, 50 лет будешь с камеры бегать, ну, я нахожу такие вопросы немножко бестактными, в принципе, потому что, ну, как-то, вот, он сразу тебя ставит, какое-то положение такое, то есть, ну, и что, ты собираешься бегать, ну, как-то, может, даже если собираешься, но почему-то уже в вопросе, да, читается такое какое-то, вот, поэтому часто я смотрю на своих, там, англоязычных, американских, английских коллег, у них, в принципе, отношение к профессии фотографа, оно другое, это выстроенная, прям такая карьерная лестница, то есть, они учатся на фотографах, там, до 25, а первые 5 лет после выпуска им не дают снимать полноценные свадьбы, да, то есть, они могут работать ассистентом или вторым фотографом, и там, дай бог, в 35, в 40, они уже могут быть полноценные фотографические единицы, да, которые могут там вести полноценный бизнес, собирать команду, там, содержать офис, то есть, такой немножко другой подход, и вот он кардинально отличается от того, да, что, от отношения, которые мы иногда вот у нас встречаем долго летом, вот бегать с камерой, но для меня это дело всей моей жизни, и даже, ну, как бы, если я, может быть, и не планирую, цитирую, да, бегать с камерой, всю свою жизнь, в любом случае, я думаю, что это дело всей моей жизни и уже посвятило этому, там, какую-то часть, ну, да, большую часть своей сознательной жизни я уже посвятил этому, и мне кажется, я буду продолжать этим заниматься в той или иной сфере, из достижений, конечно, мне бы хотелось снять какую-то общепризнанную, там, свадьбу, известную, звездную, то есть, если Дженнифер Лопес меня позовет на свою свадьбу, я буду вообще только рад в следующем году. Дженнифер, если ты смотришь сейчас это видео, да, Андрей Байдер. Мы сделаем субтитры для Дженнифера специально, если он посмотрит, вот, конечно, я бы хотел отснять там, как и любой фотограф, наверное, обложку итальянского, американского ВОК, но, так как я не работаю в этом направлении, то есть, можно чего-то просто хотеть, а можно к этому стремиться, то есть, понятно, что я сейчас не работаю в жанре фэшн фотографии так плотно, чтобы мне прям доверили через год снимать эту обложку, поэтому я оставляю это мечтой, но не реализуемой мечтой, возможно, я не исключаю, что я меньше буду работать на свадьбах и буду как-то в других сферах развиваться тоже фотографии внутри, вот, поэтому, почему нет, то есть, возможно, сейчас вот эта вот нереализуемая мечта в какой-то момент станет для меня реализуемой, я этого не исключаю. Круто, круто, очень хорошие мысли, потому что я знаю, что у фотографов есть такой момент перегорания и мысли о том, ну, типа, а что дальше, знаешь, а что дальше, может быть, вот пока так, но надо еще что-то попробовать или, не знаю, каким-то бизнесом заняться, в принципе, я считаю, что фотография это тоже бизнес и почему бы здесь не развиваться, как ты, собственно, сам и планируешь. Андрей, нас смотрят фотографы сейчас разного уровня, возможно, ребята есть, которые только начинают, возможно, есть те, которые думают только начать, но не знают, как сделать первые шаги, возможно, есть те, у которых как раз произошел вот этот момент выгорания или те, кто там уже годами топчется на одном месте и не может выйти на новый уровень, дай, пожалуйста, совет этим ребятам, что им делать, как развиваться в фотографии, как начать снимать крутые картинки и, в принципе, идти дальше. Ну, из советов, наверное, я очень люблю вот такую фразу, это, наверное, она, моя такая жизненная кредо, на английском она звучит как do what you love, love what you do, то есть просто нужно искренне любить то, что ты делаешь и делать это больше со страстью, вот, и я считаю, что это главная вообще, в принципе, ключ к успеху, независимо от того, фотография это или любая другая сфера, то есть без любви к своему делу ничего не получится, если первоначальная как бы цель получить денег и удовлетворить свое тщеславие, вряд ли получится достичь таких же успехов, нежели, если ты просто изначально любишь свое дело, а все остальное оно уже как бы к тебе потом приходит. Очень классные слова, молодец, нечего добавить. Слушай, я когда придумал эту рубрику, этот выпуск, подумал назвать ее «Один день из жизни фотографа», потому что, ну, по сути, я беру одного персонажа, показываю, как он снимает, там, потом общаюсь, раскрываю полностью, чтобы залезть немножко к нему в голову и подумал, что назову ее «Один день из жизни фотографа», но буквально с утра я зашел на YouTube, вбил и оказалось, что такие видео уже есть и сомнительные. Вот, поэтому я подумал, что надо, наверное, как-то придумать по-другому, но пока не придумал, поэтому я обращаюсь к вам, к тем, кто сейчас смотрит это видео, давайте вместе придумаем название этого выпуска, напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы назвали этот выпуск и чтобы у вас был некий такой мотивационный момент, самое крутое название, которое в итоге я выберу для канала, тому человеку я подарю набор своих пресетов, вот, такой подарок я придумал. Что ж, также не забывайте поставить этому видео лайк, если вам понравилось оно и понравилось общение с Андреем, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, мой Андрея, колокольчик, в общем, вся ютубовская классика, Андрей, спасибо большое за беседу, мне было очень интересно пообщаться с тобой и залезть немножко к тебе в голову, узнать твой внутренний мир, спасибо. Спасибо, что пришел. Да, спасибо за гостеприимство, за чай, отлично, я знаю, что тебе пора навстречу, так что давай, спешить. Давай, спешить.